Привет всем! У нас всемирный потоп в дальней спальне. Сейчас устраняем последствия. Прорвало батарею. В общем, потекла самая верхняя. Сейчас покажу. Вот видите, рыжее пятно на средней. Вот с верхней капает батареи. Увидела я случайно. Сережа сейчас на улице Сенова там занимается. У нас здесь все было заставлено. У нас это дальняя спальня. Она без ремонта. Здесь хранятся вещи, которыми мы очень редко пользуемся. Как склад, в общем, используется эта спальня у нас. Вот и вот это место, где сейчас все в воде. Я еще не все убрала. Здесь лежала такая большая подложка под обувь. У нас здесь обувь хранилась. Вот и, видимо, как сказать, поэтому мы сразу и не заметили. Вода капала-капала, и вот она всю эту подложку пропитала. Полностью все мокрое. Здесь прям вода стоит. Потом пошла вот сюда. И здесь вот я ее заметила, когда уже ручей прям вот сюда потек. Сегодня зашла. Думаю, что такое? Откуда вода? Сначала думала, потолок с потолка капает. Нет, потолок сухой. Давай батареи проверять. И вот увидела, нашла это рыжее пятно. И думают, как так? Капает там, а вода здесь. А потом подняла эту подложку с собой. Е-мое! А там все в воде. То есть она это уже несколько дней происходит. И в эту сторону пошла. Тут стояли коробки. Эти коробки все промочила насквозь. Одна аж прям расклеилась у меня коробка. Вот так вот. Представляете? Вообще, ну, как бы, вещами заставлено и не видно, что вода бежит-то где-то. Вот. Вот так вот. Сейчас я уберу всю эту воду. Собираю ведерко. Все протру. Сережа там на улице сеном занимается. И зайдет. Будем заклеивать, чинить эту трубу. Все. Воду с пола убрала. Поставила мисочку под эту батарею. И вот она сверху с одной на вторую. Со второй на третью. Вот так вот перемещается. Вот она наша трещинка, с которой побежала водичка. Надо будет ее чем-то затянуть. Кто помнит, у нас уже была одна такая ситуация в зале. Вот ее последствия. Это было еще, по-моему, осенью или летом. Я не помню. Нет, ну летом-то мы не топились. Осенью, наверное, уже. Вот. Когда только-только начали топиться. И побежала вот эта труба тоже верхняя. Вот. Хомутов ничего у нас не было. Ну, этих специальных, которые, да, заплатки вот эти на трубы. Вот. Это просто толстая резина. И хомутами стянули. И вот так, в принципе, она держится. Сейчас, видимо, тоже самое. Что-то придется изображать на той трубе. Вот. Потому что специальных этих наклепок у нас нету зажимов. Сережа пришел все чинить. Какую-то резину притащил. Хомутов вообще нет. Какую-то резиновую. Резиновую. Ну, точнее, не то, что вообще нет такого размера. У нас нет сейчас хомутов. Вот. Поэтому будем какими-то проволоками затягивать пока. Что делать. Ну, и наверх потом залезть в воду. Налить расширитель. Сколько ее там ушло. Обязательно. Помыть же тебе. Подержать. Может, чтоб нет. Отвалился. В общем, вот так пока заляпали протечку. Чем было под рукой. Посмотрим. Сейчас понаблюдаю. Будет пробегать. Нет. Вот. Потом-то на это место. Ну, что, ну, хомут ставить. Вот такой вот у нас расширительный бачок. Он стоит у нас на чердаке. Сейчас Сережа посмотрит, что там с водой. Да. Ушла вода, да? Ну, ушла. Еще поди надо? Да. Да? Водяной воду ворует. На водяной воду ворует. Второе ведро вылили уже. Сейчас посмотрим. Ну, нормально. Сейчас насос погоняет. Нормально? Вечером затопим. Видно будет. Ну, и хорошо. Да. Посмотрим, проверим. Будет еще бежать. Потом надо будет купить эти, ну, специальные-то, как они, не знаю, как называются хомуты эти большие-то. Трубы называются новые. Трубы новые. Нет. Да. Да, да, да. Поменяю на нормальные заплатки. Да и все. Все? Пошли? Куда? Ты это, на свету стоишь, у тебя не видно черный силуэт. Куда? Дальше своими делами заниматься? Какие наши дела? Это все мелочи жизни. Оу, дел у нас много. Ну, а теперь к самому важному, что у нас произошло за последний день, так сказать, за последние пару дней. Вы уже, наверное, догадались. У нас появился новый питомец. А кто это у нас тут такой пушистый? Новый сарайный житель. Что за медвежонок у нас тут появился? Затих. Вышел на улицу такой. На поводке. Иди, иди. Ребята, у нас появилась собака. Нежданно, негаданно. Мы не планировали так скоро это делать, брать собачку. Мы вообще с Сережей как хотели? Мы хотели весной взять щенка, чтобы он за лето подрос, да, Сереж? И к зиме уже, ну, более-менее взрослый, уже нормально смог там перезимовать, в будке все, как положено. Ну, сейчас к лету уже подрастет. Да. Но судьба решила все за нас. Вечером тут нам позвонил сосед. Сережа позвонил. Предложил забрать щенка. У них и так много собак. Сказалось, что его просто некуда девать. Да, Сереж? Угу. Вот. Уговаривал, уговаривал. Мы посидели, подумали. Жалко щеночка. Ну, что, взяли? Сережка сходил и принес его к нам домой. Все. У нас ни будки, ничего нету. Вот. Мы пока его поселили в сарае. В самой дальней клетке для телят. Вот. Ну, второй день он там, получается, живет. Надо что-то думать ему. Городить. Где он у нас будет обитать. Ты че? Стала испугалась. Че ты такой? Такой напуганный. Ты че? Нам сказали, что его зовут Лорд. Да, вот такое вот грозное имя у будущей грозной собаки. Вот такой маленькой собачке. Вот такой маленькой собачке и такое грозное имя. Лорд. Ну, иди сюда. Он гавкает и визжит и... Ой-ой-ой. Гавкает вообще громко. Ты же хотел на улице. Напуганный, боится страшно. Не знаю, чего боится. Чего боишься? Вот, только на поводке привязали. Боимся, что бежит куда-нибудь, забьется. Потом не найдешь его. Глупенький. В ближайшее время поедем в район. Возьмем... У нас сейчас ничего нету. Надо обработать его и от блох, и от глистов. Ну, сразу. По-хорошему, его бы еще помыть. Он так воняет. Ну, сначала надо обработать его всего, чтобы... Да. А потом уже всю эту дрянь вымыть. Да. Обязательно. Ага. Вот, если соберемся его потом мыть, надо будет его в дом заносить, чтобы он обсох, распушился, потом уже опять выпустить. В бане помоем и потом высушим. В бане помоем. Хлеб унеси. Хлеб унеси. Сейчас принесу. Так, Сережа пошел наших малявок выпускать, побегать. Вот. А лорда привязали мы к мангалу. Сейчас покормлю его чуть-чуть хлебушком. Он у нас это, нормально уже. Мы его кормили и молоком его напоили досыто. Ничем только не кормили. Вот. А он все голодный и голодный, да? Ты все голодный и голодный. Еще тебе молока налить? Вот, вот. Лорда, кушаем хорошо. Лорда, кушай хлебушка. Ну что, правда молочка вынести тебе? Сколько ты ешь-то, господи? Он вроде кажется, что он такой большой, пушистый, но только это только шерсть. Вот так вот рукой проведешься, там кожа до кости. Вообще, да? Тебя откармливать надо. Откармливать. Хороший. Так, тут малявки вышли погулять. Очередные скачки. Носятся. Я сейчас это, миску возьму, лорда, туда ему отнесу. Миску лорда. Налью ему молока. Он только посут, чтобы кошки не сперли. А, ну там кошки тоже пасутся на окне. Смотри мне, какие жерели теперь. А где это ты достал? А вот. Цепочки вам на шею повесили. А, слушай, я даже не видела. Это ты сейчас сделала? Да. Ладно, осторожно. Боже мой. Лошадиные бега. Ей-богу. Все, некогда мне тут с вами бегать. О, лорд уже заскулил. Сейчас принесу молока. Все, бегу-бегу. Правда, цепочки такие. Ну так удобнее, конечно, да, их заводить. Ну, мой хороший, иди, иди кушай. Иди кушай. Иди. Сделала ему это, тюбку. По-нашему называется. Только без сахара. Креп с молоком. Снег сходит. Господи, какой ты. Что тут такое? Какие-то хоряшки засохшие. Ешь, ешь, ешь. Вот такое чудо-юдо теперь у нас в хозяйстве. Пушистое. Приведем в порядок тебя. Будешь большой, грозной собакой. Сторож, охранник наш будущий. Все, набегались подруги. Носились как сумасшедшие. Вот теперь поешьте. Сейчас приду. Скучно тебе там одному? Разгавкался. Ты все скушал? Чего сидишь, трясешься? На клумбу залез? Что такое? Замерз. Сейчас погрею тебя. Ну, раз у тебя будки пока нету. Определенного места жительства на улице. В сарае, в уголочке живешь. Чего, придется тебя выводить на улицу. Гулять на поводке. Чтоб не сбежал. Ну, пойдем. Погуляю. По двору с тобой похожу. Что теперь делать? Сережа сейчас разматывал тюки и поймал мышь. Отдал Ваське. Вон она ест. Ну, ты теперь точно кот матроскин. Мышей ловишь. Коровы у тебя есть. Телята есть. Молоко, сметана. Собака теперь даже есть. Надо было шариком назвать. В общем, гуляли-гуляли. Он залез в сток соломы и сидит там. Все, ты нашел себе место жительства. Будешь в соломе жить у нас. Собака на соломе. Кошки на крыше сидят. Собака в соломе отдыхает. Телята на улице гуляют. Коровы в сарае стоят. В общем, целый зоопарк и гилья. Знакомства. Боятся оба. Что-то непонятное. Сейчас будем дрессировать собаку. Так. Ну-ка. Лорд, ко мне. Иди. А, сейчас я ему дам вкусняшку. Лорд, на. Ну, вкусняшку смотри. У меня вкусняшка есть. Хочешь? Да вот она. Господи. Тожди. Ну, оттуда, бабушка. Давай одну. Да, вот так вот. На. Вот. Так. Даже говорить ничего не надо. Так не интересно. Сходи подальше. Типа, ты не хочешь идти, а я такая стою и такая, лорд, ко мне. У тебя сейчас камеру собрут. Лада. Уди. Так. Ладушка, ну-ка. Ух ты. Ух ты. Дай. Что, какие команды очень будем? Ну, сидеть. У вас молодец. Сидеть. Сидеть. Лорд. Сидеть. Ой, как долго ждать, пока он стоит. Лорд. Сидеть. Лорд. Откусывай ногу. Это попозже будет. Вот и все. Домой хотите? Все, сейчас пойдем. Давай, девчонки, нагулялись. Сидеть. Сидеть. Лорд, сидеть. Молодец. Сидеть. Лорд, сидеть. Сидеть. Молодец. Он не понял, что ему запутали. Лорд, сидеть. Молодец. Лорд, сидеть. Молодец. Лорд, сидеть. Молодец. Наверное, это просто случайность. Бусинка, сидеть. Бусинка, сидеть. Сидеть и впень. Ну, ты сидишь, ты встань. Лорд. Сидеть. Молодец. Надо теперь лежать. Нет. Лорд, лежать. Нет, сейчас он встанет. Нет. Нет, вообще осталось чуть-чуть. Нет. 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 Ну, вставай. Входим. Ты мне камеру. Ладно. Ладно, сидеть. Все, хватит. Уходи. Ладно, последний. Кормить тебе вкусняшку. Так и быть. Ничего ты не понял? Потом. Да? Да, моя хорошая. Моя корова. Все, будем сейчас загонять всех. Что-то привязала его пока, да? Да. Все, молодежь загнали сразу. Старшие пошли. А ты сиди, будешь охранять наших коров, чтоб никто не спер. Да? Все, отвязали, принесли его в эту клетку. Вот, в самую крайнюю мы его пока поселили. Вот, потом мы, конечно, если она нам понадобится, тут как бы это уберем все, продезинфицируем. Этого маленького охранника надо самим еще охранять. Сейчас это коров выгнали. Он еще привязанный был. Злата подошла, рядом с ним сено есть. Он чешется, но здесь надо обрабатывать. И это, он испугался. Давай метаться, визжать. Она сама испугалась от него. Как давай это, ногами дрыгать. Чуть не затоптали. Бедного щеночка. Вот, мы его сразу отвязали, все, унесли. Да? Сторож наш. Самого охранять надо. Та-дам! Первая партия пельмешек. Сейчас пойдет в кастрюлю. Эх, по идее. Да. Не успела снять, как лепили. Не в этот раз. Ничего. Еще много-много раз мы будем лепить пельмени. С такой скоростью их наврепили, что ты не успела даже снять. Да. Как метеоры. Вот такие пельмешки. А съедим мы их еще быстрее. А съедим еще быстрее. Говори. Мы сегодня что-то голодные. С утра толком не поели. Время уже, не знаю, 4 часа, наверное. Чего-то не досуг будет. Вот, сходили в баню. И сейчас. Как? Ну, вернем пельменей. И пускай они дуются сами вечером. Все, я... Никуда не пойду. Да. Все, наступил вечер. Мы пришли доиться уже. Вот она я своим фонариком. Что ты там гавкаешь? Возмущается, если хочет. У нас очень резко испортилась погода. Такая метель началась. Да, ветрище вообще. Днем так тихо, хорошо было. Вот, аж завывает все. Вот, ну сейчас подоемся. Пойдем домой. Греться. Печка. Уже ты затопил печку? Да, ну хорошо. Все, на этом сегодня все. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok